Всего 100 лет назад уровень выживаемости для большинства видов рака был крайне низким, около 20-30%, а за последние 30 лет выживаемость выросла до 60-90% в зависимости от типа рака. Эти изменения свидетельствуют о быстром развитии онкологии как науки. Учеными всего мира проводится огромное количество международных исследований, направленных на изучение и предупреждение возникновения онкологии. И в будущем, возможно, рак уже будет не таким грозным заболеванием, а вполне обычной болезнью. Меня зовут Мочалова Анастасия Сергеевна, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук, и я расскажу вам о пяти направлениях онкологии, которые определят завтрашний день. Картитерапия – это инновационный метод иммунотерапии, который используется для лечения некоторых видов рака, в первую очередь гемато-онкологических заболеваний, таких как острый лимфобластный лейкоз и некоторые виды лимфом. Суть этого метода заключается в следующем. Первое – это изоляция Т-клеток. У пациента из крови изолируют Т-клетки иммунной системы, отвечающие за борьбу с инфекциями и опухолевыми клетками. Второе – модификация. В лабораторных условиях эти Т-клетки модифицируются с помощью генетической инженерии, и в них вводится ген, который кодирует химерный антигенный рецептор – CAR. Этот рецептор позволяет Т-клеткам распознавать специфические антигены, которые присутствуют на поверхности опухолевых клеток. Третье – это продукция и введение. После модификации Т-клетки размножаются в лаборатории, а затем вводятся обратно в организм пациента. Эти клетки теперь способны целенаправленно распознавать и атаковать раковые клетки. Четвертая – атака на рак. Модифицированные Т-клетки начинают активно искать и уничтожать раковые клетки, что может привести к уменьшению опухоли или даже полному выздоровлению. CAR-T-терапия показала высокую эффективность, однако она также может вызывать серьезные побочные эффекты, такие как синдром высвобождения цитокинов, поэтому требуется тщательное наблюдение за пациентами в процессе лечения. Вакцины в лечении онкологии представляют собой перспективное направление и вот несколько интересных фактов об этом. Иммунные вакцины. В отличие от традиционных вакцин, которые защищают от инфекционных заболеваний, иммунные вакцины против рака нацелены на стимуляцию иммунной системы для распознавания и уничтожения раковых клеток. Персонализированные вакцины. Некоторые вакцины разрабатываются с учетом специфических мутаций в опухоли пациента и это позволяет создавать индивидуальный подход к лечению, что может повысить его эффективность. Вакцина против рака шейки матки. Вакцина градосила, например, защищает от вируса папиллома человека, который является одной из основных причин рака шейки матки. Введение этой вакцины значительно снизило заболеваемость этим видом рака в странах, где она широко применяется. Клинические испытания. Исследования показывают, что некоторые вакцины могут быть эффективны не только в профилактике, но и в лечении уже существующих раковых заболеваний. Например, вакцины против меланомы продемонстрировали обнадеживающие результаты в клинических исследованиях. Сочетание с другими методами лечения. Вакцины могут использоваться в сочетании с традиционными методами лечения, такими как химиотерапия, радиотерапия, что может улучшить общие результаты лечения. Механизм действия. Вакцины могут активировать как клеточный, так и гуморально-иммунный ответ. Это означает, что они могут стимулировать не только Т-лимфоциты, но и выработку антител, что усиливает защиту организма. Первые одобренные вакцины. В 2010 году была одобрена первая терапевтическая вакцина против рака. Она предназначена для лечения рака предстательной железы, и это стало значимым шагом в онкологической иммунотерапии. Вакцины против других вирусов. Исследуются вакцины против рака, вызванным другими вирусами, такими как вирус Эпштейна-Бара, который связан с лимфомами, вирус гепатита B, который может привести к раку печени. Разработка вакцин. Создание вакцин против рака требует длительных исследований и клинических испытаний, что делает их разработку сложной, дорогостоящей. Микробиом кишечника. Это тоже очень неоднозначная тема, и проводится много различных клинических исследований, которые изучают влияние микробиома кишки на эффективность иммунотерапии. В настоящий момент данные этих исследований противоречивы и требуют дальнейшего изучения. Но есть данные, которые подтверждают связь между микробиотой кишки и эффективностью противоопухолевой иммунотерапии. Следующее направление в изучении онкологии – это роль молекулярно-генетических тестирований. С каждым годом открываются новые потенциальные мишени, то есть это генетические изменения, на которые изучаются таргетные препараты. И уже сейчас мы имеем в наличии ряд мишеней таргетных, которые раньше были не изучены, а сейчас у нас есть прекрасные новые противоопухолевые препараты, которые прицельно воздействуют, и мы получаем очень хороший эффект при редких мутациях. Еще одно интересное новое направление – это использование искусственного интеллекта и информационных технологий для упрощения принятия решений. Искусственный интеллект позволяет проводить анализ большого количества данных, что может быть использовано для статистической обработки и клинических исследований. А также есть определенные программы, которые позволяют врачу принимать решения на основании заданных параметров, что в конечном итоге повышает эффективность лечения.